Спонсор рубрики «Что есть? Мебель, которую советуют» от компании «Стеклодом». Я Жанна Соловьёва. Кухня должна быть не только красивой, но и удобной. Поэтому я выбираю кухню от компании «Стеклодом». «Стеклодом» – звоните! Танцуют все. И старый, и младый зритель, и участник. Буквально на днях в «Рустальной мечте» многих и многих в Рио-де-Жанейро стартует очередной карнавал. Не будем вдаваться в подробности, когда, возможно, это действие как-то хитро и счислениями связано с католической Пасхой. Что этим незаурядным разноцветиям хотят сказать себе и миру? Главное, где? В Бразилии. И этого достаточно. Здравствуйте, дорогие друзья. И пусть песена приятная «О, Рио-Рио, не грусти, я буду на днях» в наши планы. Увы, не входит. Кулинарно поддержать тему, считаем, можно и нужно. Знаете ли вы, что такое фейжуада? Правильно, национальное бразильское кушание. Блюда из фасоли, фейжан, боб по-португальски и мясо. По одной из версий, фейжуаду придумали рабы, завезенные в Америку из Африки. Вот как об этом пишет Сонья Роза, детская бразильская писательница. В дни рабства, когда на стол накрывала расторопная темнокожая рабыня, она готовила путь освобождения. В кастрюле она смешивала свою историю с историей ее хозяина. Ее хозяева были белые, черные были ее руки. Но они помогли создать с их африканскими тайнами ароматную бразильскую еду. И именно поэтому по сей день, кто пробует фейжуаду, вдруг испытывает счастье. Потому что каждый находит в ней вкус, близкий для него. Да, счастья очень хочется, то есть очень красиво. Но многие исследователи считают эту версию происхождения блюда несостоятельной, находя в нем, в блюде, европейские корни. Так в качестве возможных прародителей фейжуады называют французские косулей, испанские козидо-мадрильена, португальские рецепты эстримадуры. Все это своего рода рагу, аппетитное, сытное, горячее. Но, думается, есть смысл остановиться на неком промежуточном варианте, выбрать золотую середину. Как все смешивается в едином карнавальном порыве, так и в этом блюде, в разных вариантах, чего только не найдешь. И фасоли, колбаски, и мясо, и то, что называется фарофа, маниоковая мука, поджаренная с маслом и беконом до золотистого цвета. Подается все это роскошество с апельсинами и рисом. Ну, а коль скоро мы все это объединили, кроме апельсинов, конечно, и добавили овощей, называть это блюдо оригинально не будем. Чуть-чуть по-бразильски, и этого вполне достаточно для вкуса, аппетита и даже при желании для разговора о карнавале. Рагу по-бразильски. Нагреть сковороду с растительным маслом, обжарить лук и чеснок, добавить сельдерей, морковь и сладкий перец. Потом мясную составляющую, что есть, куриное мясо, сосиски, копченки или что-то одно. Потом консервированную фасоль, отварной рис, добавить томатную пасту, присыпать рубленной зеленью, поперчить от души красным и черным перцем, соль по вкусу, довести до готовности под крышкой. Вперед к столу мы своего дождались, чего ж еще изнеженное тело захочет после этого блюда. Пожалуй, плюхнуться в гамак весьма умело, и кошка, чтобы пристроилась под боком. Так воспел фижуаду бразильский поэт Венисиус Димараис. То, что получилось у нас, надо отметить, с этим вполне сравнимо, и про кошку весьма удачно. Удачного вам дня, в котором приятным будет все, включая аппетит. Все на сегодня. С вами была Жанна Соловьева. Пока.